Здравствуйте! Меня зовут Кирилл Разумслович, и я сегодня хотел рассказать о своей самой любимой космической миссии, проекте Voyager, который как раз в эти дни отмечает свое 40-летие. Под этим вот обозначением скрывается пара аппаратов, которые были запущены в 1977 году для изучения внешних планет Солнечной системы, а именно Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В то время мы очень мало что знали об этих планетах, так что можно сказать, что Voyager, по сути, открыли их для нас, открыли эти удивительные далекие миры. Что самое удивительное, оба Voyager до сих пор в строю, с ним по-прежнему поддерживается связь. Напомню, что они были запущены 40 лет назад, в 1977 году. Чтобы вы лучше представляли, это год, когда на экраны вышли самые первые звездные войны, или когда была забита первая своя минского метро, или когда Никки Лаудо выиграл второй титул чемпиона Формулайдера. Конечно, не так-то и просто рассказать об одном из величайших путешествий в истории Земли за 30 минут, но все же я постараюсь это делать. Я хотел бы начать с большого такого теоретического отступления. Фильмы, игры, сериалы приучили нас к тому, что космос это что-то такое очень небольшое, компактное, и что добраться из одного уголка Вселенной в другой нужно за время, не превышающее рекламной паузы. Я ушел от колонки. Блин, они повсюду, они меня окружили. Чисто теоретически тут дальше-то колонки. Так, ну я прошу, чтобы никому не заслонять. Больше-то колонки смертные. Ну так, о чем я говорю, да. Ну, фантастика, игры, сериалы приучили нас к тому, что космос это что-то такое очень компактное, и что добраться из одного уголка Вселенной в другой можно за время, не превышающее рекламной паузы. Но, увы, в реальности все, конечно, намного-намного сложнее. За последние 50 лет в сфере космических перелетов практически ничего не изменилось. И мы по-прежнему используем ракеты на химическом топливе. Увы, но они отличаются чудовищно низким КПД. Чтобы вывести на орбиту тонну груза, нужно сжечь сотни тонн горючего. Поэтому настоящие космические аппараты, они, конечно, совсем не похожи на звездные разрушители. И в космосе действуют очень жесткие ограничения на размеры и на вес космических аппаратов. Вторая проблема заключается в скорости. Ракеты не позволяют разбить каких-то очень больших скоростей. Фактически их лишь с трудом хватает на то, чтобы можно было вообще отправить какой-то аппарат к другой планете. Это, возможно, еще не играет особой роли, если мы хотим, допустим, слетать куда-нибудь на Луну, куда можно добраться за пару дней, ну или даже на Марс или Венеру, туда можно, условно говоря, месяцев так за десять добраться. Но если речь заходит о внешней части Солнечной системы, то все становится намного сложнее. Я уверен, что многие видели такие вот схемки, они, конечно, очень красивые, наглядные, но реальных масштабов они не отображают. Ну, а реальность такова, что вот эти масштабы, они практически с каждой планетой удваиваются. То есть, если у нас от Юпитера до Солнца 780 миллионов километров, то до Сатурна уже миллиард 400 миллионов, до Урана 2 800, ну, до Нептуна вовсе 4,5 миллиарда. Так что, если мы хотим отправить какой-то аппарат с Земли на Нептун, то он туда будет лететь где-то 30-40 лет. Вот. Даже сейчас такая миссия, она выглядит как очень-очень что-то сложное. Ну, а в 60-х это казалось чистой водой и научной фантастикой, потому что тогда космическая техника надежностью не отличалась. И аппараты выходили из строя уже через месяцы, а то и бывало через недели после запуска. Вот. Ну, к счастью, все-таки есть один способ, как можно ускорить время космического перелета. Нужно воспользоваться гравитацией. Можно построить траекторию аппарата таким образом, что когда он будет пролетать планету, его гравитация как бы его подтолкнет и ускорит. Это называется гравитационным маневром. Сам его принцип был известен достаточно давно, еще где-то с начала 20-го века. Но долгое время он считался нереализуемым, потому что не представлялось возможным провести вычисления, чтобы рассчитать такую точную траекторию. Все изменилось с появлением первых компьютеров. В 1961 году математик Майкл Минович использует такой вот чудо техники под названием IBM 7090. Он обладал просто невероятной по тем временам мощностью 220 тысяч операций сложения в секунду. Он рассчитал универсальный алгоритм для вычисления гравитационных маневров. Спустя четыре года один из сотрудников НАСА решил изучить практическое применение открытия Миновича. И он рассчитал несколько десятков траекторий для полета к различным планетам. И тут он наткнулся на кое-что очень интересное. Оказалось, что во второй половине 70-х Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, они выстроятся в пространство в виде вот такой вот огромной пологой кривой. И такое расположение планет очень редкое, оно случается где-то раз в 176 лет. И оно давало одну уникальную возможность. Можно было запустить Земле аппарат, он бы добрался до Юпитера, ускорился бы за счет его гравитации, направился бы к Сатурну, еще бы ускорился, ну и далее бы направился уже к Урану и Нептуну. И вот такой перелет по четырем планетам, он бы длился чуть больше десятилетия. Что, конечно, уже не шло ни в какое сравнение с 30-40 годами полета до Нептуна. И к тому же надежность космической техники к тому моменту уже тоже немножко выросла. Вот NASA очень заинтересовались этой идеей. И где-то в конце 60-х на свет появился проект под названием Grand Tour. Предполагалось отправить четыре аппарата, чтобы они изучили все внешние планеты, а также Плутон, который тогда тоже считался планетой. Но, к сожалению, это, наверное, было самое неподходящее время для такого предложения, потому что лунная гонка только что завершилась. Как бы всем уже было очевидно, что на Марсе ближайшие обилики не полетят. И на смену такой эйфории 60-х пришло ныне и апатия 70-х. Желача финансировать Grand Tour не было, но в то же время в NASA, как известно, тоже работают такие очень целеустремленные люди, которые не хотели терять такую уникальную возможность и ждать 176 лет, когда планета в следующий раз выстроится таким образом. Так что они приложили все возможные и невозможные усилия, чтобы все-таки этот проект состоялся. В итоге им удалось достичь компромисса. Была выработана новая, менее амбициозная программа. Она предполагала отправку уже двух аппаратов, которые должны были изучить Юпитер и Сатурн. Общий срок этой миссии должен был составить всего 4 года. Эта миссия у нее было несколько названий, но в историю она вошла именно под обозначением Voyager. Вот так Voyager выглядели. Оба аппарата имели идентичную конструкцию. Они весили чуть больше 800 кг, что сравнимо с пустым запорожецем. Это штанга магнитометра, ее длина около 13 м. Это антенна, с помощью которой они поддерживали связь с Землей. Источник питания. И вот эта уносная штанга, на ней основные научные инструменты располагались. Управлялись Voyager при помощи нескольких компьютерных систем, обладавшей объемом оперативной памяти в 69 кБ и тактовой частотой в 250 кГц. Также там еще имелось запоминающее устройство на магнитной ленте на целых 67 мегабайт. То есть оно позволяло хранить где-то до сотни фоточек. Конечно, по современным меркам эти цифры выглядят очень смешно, но надо понимать, что несмотря на всю такую кажущуюся примитивность, у компьютеров Voyager было главное. Как сейчас бы сказали, их можно было перепрошивать. То есть загружать в них новые программы уже после их запуска. Этой возможностью неоднократно пользовались. Компьютеры Voyager загружали новые программы, и их эффективность работы из-за этого во время полета повышалась. Ну и что еще стало одним важным фактором их долголетия, это то, что все их основные системы были дублированы. Voyager отправились. Voyager 2 стартовал 20 августа 1977 года, а Voyager 1 — 5 сентября того же года, то есть ровно 40 лет назад. Ну, может, конечно, показаться странным, что Voyager 2 стартовал раньше Voyager 1, но просто у них были немножко разные траектории, и Voyager 1 был более, скажем так, быстрым. Так что он обогнал своего брата, очень вскоре обогнал своего брата. Своё первое историческое достижение Voyager установили уже буквально через пару недель после запуска. Voyager 1 сделал вот этот вот снимок, где Земля и Луна целиком находятся в одном кадре. И это, в принципе, это первое подобное изображение в истории. Но всё-таки всё самое интересное началось чуть позже, в 1979 году, когда Voyager'ы добрались до Юпитера. Такие вот изображения Юпитера, они, конечно, произвели большой фурор, потому что качество изображений Voyager'ов, оно на порядке превосходило то, что имелось в распоряжении страну в того времени. Voyager впервые смогли рассмотреть, как именно устроена атмосфера Юпитера, как движутся его облака, газовые пояса, ну и, что самое главное, что из себя представляет его большое красное пятно. Это вот образование, оно было замечено на Юпитере ещё где-то в 17 веке, но очень долго никто не знал, что именно это такое. Даже была версия, что, может быть, это что-то вроде огромной горы или горной системы, типа Гималаев. Но оказалось, что это никакая не гора. Это большой шторм, очень большой шторм. Его диаметр тогда составлял на момент визита Voyager'ов 23 тысячи километров. Это почти в два раза больше диаметра Земли. Также Voyager'ы обнаружили, что у Юпитера есть кольца, но они очень тусклые, поэтому на таких фотографиях их не увидеть, и сделали снимки всех его основных спутников. Выяснилось, что, например, Ганимед — это, в принципе, крупнейший спутник в Солнечной системе, и его диаметр даже больше, чем у Меркурия. Европа всех удивила, потому что оказалось, что ее поверхность полностью покрыта водяным льдом. Причем там практически нет кратеров, очень небольшой перепад высот, то есть разница несколько сотен метров между самой высокой и самой низкой точкой Европы. Но при этом этот лед, как вы можете видеть, покрыт очень характерной сетью трещин, разломов. Вот когда планетологи впервые взглянули на такие фотографии, то у них появилось подозрение, что, возможно, где-то под этим льдом скрывается океан жидкой воды. До лозеров никто такого даже не подозревал. Но все же самой главной сенсацией стал Ио, потому что на этом спутнике Юпитера нашлись действующие вулканы. Кто-то может, конечно, задаться вопросом, что тут такого, потому что на Земле тоже хватает вулканов, сенсацией это не является. Но надо просто понимать, что тогда, в 70-е, убытовало такое представление о становочной системе, как в весьма статичном месте, где вот есть Земля, активная геологическая планета, и есть и остальные миры, где, если что-то интересное происходило, то это было многие миллиарды лет назад. Сейчас это просто мертвые шарики, покрытые кратерами. Оказалось, что это не так, потому что Ио – это самое геологически активное тело в Солнечной системе. На его поверхности находятся сотни вулканов. Эти вулканы, они постоянно извергаются. Потоки лавы тянутся по нему на десятки-сотни километров. Там есть постоянные лавовые озера. А сама вся эта поверхность представляет собой гигантское вулканическое отложение. Это, можно сказать, практически идеальное место, чтобы снимать фильмы про ад, Мордор или Славянский базар. Но, к сожалению, вряд ли кому-то удастся воспользоваться этой замечательной натурой, потому что значительная часть выбросов вулканов Ио выбрасывается за пределы спутника. Это, в основном, частички серы. Эти частички серы вращаются вокруг Юпитера, и они усиливают его магнитосферу. Так что из-за этого, по сути, орбита Ио проходит внутри очень мощного радиационного пояса. Соответственно, на его поверхности тоже очень большой уровень радиации. Если туда кто-то по неосторожности высадится, то заработает лучевую болезнь. То есть не то, что лучевую болезнь, а просто смертельную дозу получит всего за 3-4 часа. Так что вы можете, в общем-то, позабыть действия фильмов и книг, которые разворачивались на Ио. Неудивительно, что сейчас, когда обычно спрашивают у ветеранов проекта Voyager, какое из открытий миссии является их любимым, очень многие говорят, что это было именно Ио, потому что это было что-то совершенно неожиданное. И никто не подозревал, что такое возможно, и такое есть возле Юпитера. После Юпитера Voyager направились дальше, к Сатурну. Сатурн был очень важной вехой на пути миссии. Как я уже сказал, Voyager были профинансированы с расчетом на то, что они будут изучать лишь Юпитер и Сатурн. И срок миссии должен был составить 4 года. Но, как известно, у нас работают не просто целеустремленные, но и достаточно умные и хитрые люди. Они, конечно, прекрасно понимали, что до следующей возможности увидеть Уран, Нептун, они не доживут просто. Так что они сделали все возможное, чтобы, если такой шанс представится, им воспользоваться. Так что, с одной стороны, Voyager были построены таким образом, что у них был намного больше ресурсов, чем на эти формальные 4 года. А с другой, их траектории продолжили таким образом, чтобы после Сатурна аппарат отправить куда-то дальше. Все как бы упиралось в том, будут ли Voyager посещать Титан. Это крупнейший спутник Сатурна. У меня что-то указка немножко не работает. Но вот он здесь вот. Тогда уже было известно, что у него есть атмосфера. Так что, как бы, ученых очень интересовал этот мир. Но в то же время можно было отказаться от паралита Титана. И тогда Voyager 1 можно было бы направить к Плутону, а Voyager 2 к Урану и Нептуну. И вот пока аппараты совершали перелет по маршруту Юпитер-Сатурн, на Земле шли такие очень ожесточенные дискуссии, потому что в NASA хотели продление программы. Ну и в итоге им это удалось где-то наполовину. Они получили разрешение направить один из Voyager куда-то дальше. Один из двух. И вот после размышлений было принято следующее решение. Voyager 1 должен был по-прежнему пролететь в Титан, но после этого уже его невозможно было никуда направить. Зато Voyager 2 отказывался от паралита Титана, и вместо этого направлялся дальше, к Урану и Нептуну. Voyager 1 добрались до Сатурна в конце 80-го и августе 81-го года. Такие вот изображения планеты тоже стали большой сенсацией, потому что даже в самый лучший телескоп этого времени можно было в лучшем случае увидеть, что у Сатурна есть 4-5 основных колец. Оказалось же, что на самом деле эти кольца состоят из сотен очень тоненьких колечек, и они образуют такую очень сложную, очень динамичную систему, потому что гравитация спутников Сатурна оказывает очень серьезное воздействие на его кольца. Из-за этого там формируются различные структуры, напоминающие волны. Есть более плотные участки, есть менее плотные участки, есть вообще вот такие разрывы, где нет никаких частичек колец. Иногда под действием гравитации частички колец могут сбиваться воедино и формировать такие временные объекты диаметром до нескольких сотен метров, такие псевдоспутники. Они некоторое время существуют, потом распадаются, а потом цикл повторяется. Что касается Титана, то тут случился небольшой облог, потому что выяснилось, что атмосфера спутника не прозрачна в видимом свете, и Блоджеру-1 так и не удалось заснять его поверхность. Но, тем не менее, он собрал достаточно данных, которые позволили выдвинуть предположение, что на Титане могут быть моря, реки, даже океаны, наполненные жидкими углеводородами. Спустя четверть века аппарат Кассини эту теорию полностью подтвердил. Блоджеры также сделали снимки всех основных спутников Сатурна, и наиболее такими примечательными оказались на тот момент Япит, который выглядит так, словно кто-то схалторил и его не докрасил, и Мимос, который, как видите, немножко напоминает звезду смерти, что, конечно, очень порадовало фанатов Звездных войн, и даже возбудило нескольких самых упоротых конспирологов. После Сатурна пути Вояджеров разошлись. Вояджер-1 ушел по траектории, которая как бы приподнимала его вверх по отношению к плоскости Солнечной системы, а Вояджер-2 продолжил свое путешествие дальше. И вот он в январе 1986 года добрался до Урана. Уран, конечно, оказался, как видите, визуально не самым таким интересным миром, он бы и явно не выиграл конкурса Мистера Солнечной системы, но планета все равно оказалась очень интересной, потому что раньше считалось, что Уран похож на Юпитер и Сатурн, и в основном состоит из водорода и гелия. Но оказалось, что на Уране из водорода и гелия состоят лишь верхние слои, а под ними находится что-то, что можно с некоторой натяжкой назвать жидкой мантией, состоящей из воды, льда, метана, аммиака и таких подобных веществ. Ну а дальше под этой мантией находится каменное ядро. И сейчас для обозначения таких тел используют термин «ледяные гиганты». Также выяснилось, что на Уране очень такое странное симметричное магнитное поле, а сама планета, на удивление, холодная. При том, что Нептун находится на значительно большем расстоянии от Солнца, нежели Уран, но Уран холоднее Нептуна. Это самая холодная планета Солнечной системы. Почему так происходит, никто до сих пор точно не знает. Также озеро сфотографировало все основные спутники Урана. И наиболее интересной из них оказалась небольшая Миранда. Поверхность Миранды словно слеплена из различных узкутков, каждый из которых обладает собственным типом рельефа. То есть, там есть очень гладкие участки, есть древние кратерированные участки, есть большие, огромные разломы, каньоны, горы, хребты, террасы. Там, в принципе, есть вообще все возможные формы рельефа. Ну и самая главная достопримечательность – это 20-километровый уступ, известный как Уступ Верона. Если кто-то смотрел когда-то «Краткнутравскую лондер» «Странники», то там показывали, как бейсджамперы будущего сигают вниз с этого уступа. Ну, в условиях местной гравитации прыжок будет длиться где-то минут 12. Так что, может быть, когда-нибудь какие-нибудь экстремалы опробуют этот природный аттракцион. Ну, сейчас вообще считается, что когда-то Миранда, скорее всего, столкнулась с каким-то крупным объектом, и фактически это столкновение ее раздробило на несколько крупных частей. Потом эти части снова собрались воедино, и из-за этого она обзавелась таким вот странным необычным рельефом. После Урана Вольджер-2 направился к последней цели своего путешествия — Нептуну. Он его достиг в августе 1989 года. Ну, как сами можете видеть, Нептун, конечно, оказался намного более визуально красивым миром, нежели Уран. Там хорошо просматривались различные детали. Также вот нашелся такой большой шторм, который по аналогии с красным пятном назвали большим темным пятном. Вот. Ну, что касается характеристик, то Нептун как-то по своему составу очень оказался похож на Уран. Сейчас его тоже подчисляют к ледяным гигантам. Что касается спутников Нептуна, то самым интересным оказался Тритон. При том, что температура его поверхности составляет где-то минус 230 градусов, там нашлись действующие кривоулканы и азотные гейзеры, что как бы стало последним гвоздем в крышку представлений о статичной солнечной системе. Сейчас считается, что вот под этой поверхностью Тритона, скорее всего, находится тоже что-то вроде океана из жидкости. После пролета Нептуна Voyager 2 ушел по траектории, которая уводила его вниз по отношению к плоскости Солнечной системы. То есть аппараты, получается, развели в противоположных направлениях. Это было сделано намеренно, чтобы они изучали разные уголки Солнечной системы. Пока Voyager 2 посещал ледяные гиганты, Voyager 1, можно сказать, бездействовал. Но все изменилось в 1990 году. Дело в том, что известный популяризатор науки Карл Саган несколько лет уговаривал НАСА снова включить камеру Voyager 1 и сделать прощальные снимки Земли. В НАСА ему отказывали, говорили, что такой фотографии нет никакого практического смысла, и скорее всего, он больше всего так далеко улетел, что он вообще не сможет сфотографировать первых Землях. Ну, Саган в ответ говорил, что научной ценности у снимка не будет, но надо попытаться, потому что он будет иметь очень большое символическое значение. Ну, в итоге Саган все-таки лама у НАСА. И вот 14 февраля 1990 года Voyager 1 сделал один из своих самых последних снимков. Вот видите такую глядную голубую точку в центре кадра. Это вот Земля с расстояния в 6 миллиардов километров. Ну, можете сами себе представить, что вот здесь находимся все мы, все люди, которых вы когда-либо знали, вся наша история, цивилизация, культура, все находимся на этой маленькой голубой точке. Сейчас это фото является одним из самых знаменитых снимков в истории. Существует отличная цитата Сагана, описывающего впечатление от этой фотографии, но я не буду ее сейчас рассказывать, она прозвучит в конце курилки. Вот. Ну, мы движемся дальше. В то время как 90-е стали таким очень бурным десятилетием для значительной части этой самой бледно-голубой точки, для Voyager это десятилетие стало наоборот самым таким скучным в их истории, потому что аппараты постепенно удалялись от Солнца, они по-прежнему передавали данные об окружающей среде, но, в общем-то, ничего с ними такого интересного не происходило. И поэтому бюджет программы была очень серьезно сокращена. Если когда-то над Voyager работали сотни человек, это был самый приоритетный проект NASA, то сейчас там штат состоит где-то из десятка сотрудников, и все они очень, в основной своей массе, очень возрастные люди, некоторым уже за 80 лет. Они все еще работают над этим проектом. Ну, некоторые из этого мы вовсе предлагали прекратить связь с Voyager, но в NASA их отстояли, потому что знали, что хоть сейчас с аппаратами и не происходит ничего интересного, надо просто запастись терпением и подождать. И вот где-то в середине уже нулевых Voyager начали постепенно приближаться к гелиопаузе. Так называют границу, которая отделяет регион, где доминирует Солнце, от межзвездной среды. То есть здесь солнечный ветер постепенно останавливается, замедляется, смешивается с межзвездной средой, а потом уже начинается чисто межзвездная среда. И вот 25 августа 2012 года произошло историческое событие. Voyager 1 пересек гелиопаузу и вышло в межзвездное пространство. Вот на этом графике показано, как заменилось количество частиц солнечного ветра, которые регистрировали приборы Voyager, а здесь как, наоборот, вырос уровень галактических лучей. Что касается Voyager 2, то он пока еще не пересек гелиопаузу, но все, в общем-то, надеются, что он еще успеет это сделать до того, как связь с ним будет потеряна. На этом графике, на этой картинке, показаны примерные траектории полета Voyager 1 и Voyager 2, а также вот цифры их текущего расстояния и скорости по отношению к Солнцу. Voyager 2 уже удалился почти на 17 миллиардов километров, а Voyager 1 уже почти на 21 миллиард километров. Конечно, с точки зрения человека это очень большая цифра, ее достаточно сложно представить. Если бы какой-нибудь бессмертный любитель здорового образа жизни, скажем, фамилией Маклауд, решил бы пройти это расстояние пешком, ему потребовалось бы примерно 470 тысяч лет непрерывной ходьбы, чтобы дойти до того места, где сейчас находится Voyager 1. Ну, по астрономическим меркам это очень небольшая цифра. И, фактически, Voyager 1 еще даже не вышел из прихожей Солнечной системы. Он является самым быстрым аппаратом в истории. Но даже этому самому быстрому аппарату в истории потребовалось бы 75 тысяч лет, чтобы добраться до ближайшей звезды. Как я в самом начале упомянул, оба Voyager, они по-прежнему находятся на связи. Это возможно благодаря тому, что на их борту установлены вот такие вот источники питания. Называется RITEC, и внутри него находится плутоний-238. Это изотоп, он постепенно распадается, выделяется тепло, и это тепло преобразуется в электроэнергию. Но дело в том, что у этого плутония период полураспада где-то 87 лет. Так что за прошедшие 40 лет Voyager уже потеряли почти четверть исходной мощности. Просто вот за счет распада плутония. Но сам себе RITEC это тоже штука такая не вечная. Он постепенно деградирует, эффективность теряется. Так что реальная потеря мощности больше. Так что вот если на момент запуска RITEC выдавали 470 ватт, сейчас эта цифра уменьшилась до примерно 245 ватт. И она каждый год уменьшается еще на 4 ватта. Считается, что где-то критическое значение это 200-220 ватт. Когда упадет мощность ниже этого предела, то все. Связь уже будет невозможно поддерживать с ними. По разным оценкам это случится в лучшем случае где-то в конце следующего десятилетия. В худшем может быть в начале, в середине следующего десятилетия. Но неизбежная потеря связи на Voyager уже никак не скажется. Потому что аппараты развили достаточную скорость, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему. Так что они просто продолжат свое путешествие по Млечному пути. И это путешествие будет очень долгим. Аппараты не направлены к какой-либо конкретной звезде. Так что шансы на то, что кто-нибудь когда-нибудь подберет, они очень-очень маленькие. Но если это маловероятное событие все же произойдет, тогда пришельцев будет ждать небольшой сюрприз. На борту Voyager находится послание. Специальное послание для внеземных цивилизаций. Послание это было подготовлено группой ученых во главе с тем же неугомонным Карлом Саганом. Это было, конечно, создание этого послания было не самой простой задачей. Потому что нужно было придумать, как сохранить информацию, чтобы ее можно было прочитать спустя много-много миллионов лет. Конечно, то, что для этого использовалось 70-х, вроде магнитных лент, кассет, микрофильмов, конечно, никак для этой цели не подходило. Поэтому они решили сделать что-то вроде металлической грампластинки. Записать информацию фонографическим способом. Причем записать так не только аудио, но еще и фотографии. Их просто разложили до частот и записали туда в виде сигналов. Эту пластинку поместили внутрь защитного футляра, а футляр закрепили на корпусе аппарата. Так вот они выглядят вблизи. Вот этот футляр, на нем выгравирована схема излучания атома водорода. Она нужна для того, чтобы пришельцы смогли понять, какие единицы измерений используются в послании. Это вот вообще схема того, как, в принципе, нужно эту грампластинку прокручивать, чтобы какой-то сигнал получить. Это схема того, как получить из этих записей фотографии. Ну и вот это вот пульсарная карта, по которой можно определить примерное местонахождение Солнца, а также время запуска Voyager. Что же находится на этой пластинке? Ну, здесь есть небольшие послания от тогдашнего генсека ООН и президента США Джимми Картера. Также там содержатся приветствия на 55 языках мира, в том числе на русском, украинском и польском. На белорусском нет. Есть также большая коллекция звуков нашей планеты. Там гроза, ветер, лай собак, такого плана звуки. Есть музыкальная часть, 27 песен. Начинают Джонни Бигут, Чака Берри, и заканчивая ритуальными песнями племен Новой Гвинеи. Ну и, наверное, такая самая интересная часть, это вот 116 фотографий, ну это вот для примера несколько фотографий я выбрал, которые должны дать самое общее представление о том, что такое, как выглядела Земля, как выглядели люди, наша цивилизация, культура, как мы проводили свободное время. В принципе, за прошедшие 40 лет после запуска вот эти вот все фотографии, записи, они давно уже стали неотъемлемой частью мировой поп-культуры. И золотая пластинка Voyager, ее можно найти в очень большом количестве фантастических произведений, начиная от Человека со звезд и заканчивая секретными материалами. Ну, самим Voyager там тоже нашлось определенное место. Например, в одной серии «Звездного пути» фигурировал аппарат Voyager 6, который обрел самосознание и решил вернуться домой на Землю. В принципе, все эти фотографии и записи, они уже давно оцифрованы, их без каких-либо проблем можно найти в интернете. После лекции ссылки выложим в группе, чтобы каждый, кто хочет, мог бы представить себя на месте пришельца, который подберет эту запись через миллионы лет и попытается понять, что же из себя представляли люди. Ну, конечно, как я уже сказал, крайне-крайне маловероятно, что кто-нибудь когда-нибудь найдет Voyager. Скорее всего, они просто так и будут миллионы, миллиарды лет болтаться по Млечному пути. Они точно переживут всех нас. Они, скорее всего, переживут Солнце. И без всяких таких художественных привлечений они вполне могут остаться последними предметами во Вселенной, которые сделаны руками человека и свидетельствуют о том, что на Земле когда-то существовала разумная жизнь. Ну, как знать, какое будущее на самом деле ждет Voyager. Так что я бы хотел закончить свое выступление небольшой такой анимационной юмористической короткометражкой, которая как раз посвящена тому, с чем Voyager могут столкнуться в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok